Всем привет! Сегодня мы будем разбираться в том, как прогревать автомат в зимнее время года. С наступлением холодов всегда возникает вопрос о том, как прогревать двигатель, сколько его прогревать, можно ли его вообще не прогревать. Ну, конечно, можно вообще, в принципе, ничего не прогревать и сразу начинать движение. Но это отразится уже последствия на ресурсе. Здесь же следует учесть, что ремонт любой автоматической трансмиссии гораздо дороже обходится, чем ремонт двигателя, к примеру. Автомат тоже следует подготовить к зиме, а именно правильно выставить уровень масла, если это требуется, и посмотреть качество масла, то есть является ли оно потемневшим. И если оно является потемневшим, лучше его менять почаще, потому что это положительно сказывается на ресурсе. В зимний период эксплуатации возрастают нагрузки на металл. Это нормально, потому что существует перепад температур. Потом мы пытаемся этот металл разогреть, тот, который стоял при минус 30 целую ночь. Поэтому это тоже оказывает влияние на автоматическую трансмиссию. Поэтому следует следить за уровнем масла и за качеством масла. Это необходимость, так как это гидравлическая система. И здесь масло играет решающую роль при качестве переключения, по ресурсу. Гидроблок является управляющим мозгом автоматической трансмиссии. Соответственно, для него очень важен температурный режим, чтобы он был не меньше 50 градусов, но и не больше 110 градусов. Если температурный режим внутри коробки ниже рабочей температуры, либо выше рабочей температуры, соответственно, здесь мы получаем косяки в переключении. А именно, гидравлика не работает должным образом. Здесь следует учесть то, что коробка должна быть перед зимним сезоном обслужена, это раз, и правильно прогреваться, это два. То есть, когда мы прогрели двигатель до рабочей температуры, это не значит то, что прогрелась и трансмиссия на месте. Соответственно, для того, чтобы ускорить прогрев трансмиссии, необходимо выполнить простейшие манипуляции. Для того, чтобы прогреть автоматическую трансмиссию на месте, необходимо. После пуска двигателя мы видим то, что... Мы видим то, что температурная стрелка после нескольких минут на холостом ходу сдвинулась, то есть двигатель начал прогреваться, и стрелка движется к рабочей температуре двигателя. Приходим к коробке. Нажимаем на тормоз, держим тормоз, ставим на реверс, ждем пару минут. Потом плавно, после пару минут ожидания на реверсе, включаем драйв, тоже ждем пару минут. И потом уже начинаем движение. То есть эти простейшие манипуляции позволят увеличить ресурс трансмиссии, и ударность переключений не так сильно будут ощущаться. Еще следует учесть то, что таким образом трансмиссия не прогрелась до рабочей температуры. Чтобы она полностью прогрелась, необходимо движение начинать плавно. И сразу не злоупотреблять ускорениями, торможениями, буксами и прочими вещами. Главное, начинать движение плавно. То есть после того, как произвели эти манипуляции, плавно продолжаем движение. Спустя несколько минут у нас двигатель нагрелся до рабочей температуры зимой, к примеру. И, соответственно, коробка тоже в состоянии рабочей температуры. Уже тогда можно использовать кикдаун, предположим. Либо же выходить на резкие обгоны и на полную эксплуатировать автоматическую трансмиссию. Первые минуты нужно ехать достаточно аккуратно и медленно, чтобы коробка прогрелась окончательно. Потому что на месте мы ее только подготовили к движению. То есть здесь будет меньше ударных нагрузок на механизм и будет меньше риска непрогретой трансмиссии в зимнее время года. То есть желательно это делать. Берегите автоматические трансмиссии. Всем удачи на дорогах. Всем пока. Прогревая коробку передач перед движением, вы, соответственно, сохраняете ее ресурс. Автоматическая трансмиссия достаточно сложный агрегат, дорогостоящий, поэтому следует уделить внимание правильной эксплуатации, а именно прогрев и щадящая езда. Как мы видим, в автомате очень много масляных каналов. И к маслу здесь особое внимание, к его температуре и к его качеству. Что следует отметить, роботизированная коробка, а это DSG-7, соответственно. Роботизированная коробка с сухим сцеплением тоже требует прогрева. То есть начальный этап движения должен быть плавный, без рывков и прочее. То есть, чтобы его правильно прогреть, необходимо прогреть двигатель, плавно тронуться и несколько километров в плавном режиме проехаться. То есть даже после прогрева трансмиссии необходимо будет все равно несколько километров очень плавно проехаться. Вариатор нуждается в прогреве. Автоматическая трансмиссия, роботизированная трансмиссия.